Пришлось принимать самое сложное в своей жизни и карьере решение. Сегодня в Москве обсуждали судьбу нашей сборной. Итог общего олимпийского собрания. Команда все же собирается в Кенчан под нейтральным флагом. Выполнит условия МОК, национальный комитет поддержал атлетов. При этом все понимают, что в какой именно обстановке предстоит выходить на олимпийский старт. Виктор Синеок об играх с неспортивным уклоном. Для зала в Олимпийском комитете России ситуация с нашими спортсменами тоже оказалась испытанием. К такому архитекторы его не готовили. Несколько сотен журналистов сразу перегородили все проходы. Участники собрания к своим местам прорывались с трудом. Легко сквозь толпу прошел только Александр Карелин. Публичная часть закончилась быстро. Основная часть Олимпийского собрания прошла и со закрытыми дверями. Прессу попросили удалиться уже спустя 15 минут после начала. Поездка на эту Олимпиаду вызывает все больше вопросов, ответов, на которые не появилось даже после окончания обсуждения. Кто поедет? Как? С кем? Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в играх под нейтральным флагом. Но состав нашей команды теперь должен определить МОК. Чем он будет руководствоваться – загадка. Даже знаменитые российские спортсмены не могут вспомнить ничего подобного в истории мирового спорта. Они достойны, прошли все спортивные отборочные соревнования и получили право по результатам выступать на Олимпийских играх. Почему комиссия должна еще раз решить, да или нет, кому выступать, ужас какой-то. Для меня это непонятно. Как человек, как гражданин своей страны, довольны тем, что мы не закрываем Олимпийское движение, что мы стараемся сохранить это и привести в страну обратный флаг и гимн. Как следует из принятого сегодня здесь заявления, Олимпийское собрание призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам. Им там придется нелегко. До игр меньше двух месяцев, но кому стоит к ним готовиться – непонятно. На психологическом состоянии атлетов это, конечно, отразится. Психологическое состояние спортсмена, психологическое состояние, как выводит спортсмен от тренера – это тоже есть ситуация такая. Что касается нашей федерации, я могу сказать, что это необходимо. Это специалист по смену и тот персонал, который его готовит и выводит на старт. Это тот случай, когда надо сжать зубы и все равно идти к победе. От этого каждая медаль нашего спортсмена на Олимпиаде станет весомее. Олимпийское собрание сегодня утвердило концепцию содействия российским атлетам. Причем помощь получат и те, кто поедут, и те, кого оставят в России наблюдать. Вся поддержка, которая и раньше была всех наших спортсменов, такая будет сейчас – организационная, юридическая, моральная, финансовая. То есть спортсмены об этом все знают. Решение Олимпийского собрания уже поддержали и в Кремле. Несмотря на все огромные усилия по дискредитации российского спорта, наши в Южную Корею все же поедут. Но сколько было потрачено усилий, мифические царапины на пробирках, доклад Макларена, странный список дюше с беглого Родченкова, которого на Западе, несмотря на диагноз и обвинения, послушали. Я считаю, что господин Родченков и его коллеги, которые в этом участвовали, нанесли огромный ущерб российскому спорту колоссально. Но сломить волю спортсменов не удалось. Пока что среди них нет ни одного, кто отказался бы от участия в Олимпиаде добровольно. Все готовы сделать максимум для того, чтобы добиться побед. Потенциально поехать в Южную Корею сейчас могут 200 российских атлетов. Виктор Синёк, Максим Вознюк, Антон Таланов, Полина Зайкина и Дарья Евсюкова. Известия специально для РЕН-ТВ.